один день в берлине и в принципе один день в германии что посмотреть на что-то новое времени особо нет что-то касающиеся массовой культуры не интересно трептов парк видел бранденбургские ворота видел рейхстаг видел что еще я знаю о германии нацисты короче это концлагерь загсенхаузен ребята это лагерная улица по ней заключенные пребывали а это насколько я понимаю непосредственно ворота вход я взял аудиогид и его сейчас слушаю до того как появился концлагерь загсенхаузен в этом городе уже был концлагерь который носил такое же название как и город в котором это все находится концлагерь ароненбург он был построен в 1933 году сразу после того как нацисты пришли к власти организовала первый лагерь ранне нацистская организация под названием с а позже с а была разогнана после пуча под названием ночь длинных ножей концлагерь ароненбург собственно прекратил свое существование все что оставалось было передано другой известной организации под названием с с однако спустя пару лет в 1936 нацистская администрация построила здесь более основательное учреждение остатки которого вы сейчас имеете наблюдать за 9 лет через него прошло около 200 тысяч человек здесь расстреливали морили голодом травили газом вешали совершали бесчеловечные медицинские опыты наподобие пересадки чужих конечностей с целью посмотреть приживется ли рука или нога пересажена от другого человека после разгрома нацизма лагерь стал использоваться еще одной замечательной организации под названием нквд и еще пять лет аж до 1950 года тут содержались люди правда массового уничтожения людей тут уже не было хотя они по-прежнему продолжали тут массово умирать от голода и болезней идея в принципе была хорошая посадить концлагеря тех кто эти концлагеря устроил и обслуживал но получилось несколько иначе сюда в итоге попала куча ни в чем невиновных людей и за пять лет в пользование нквд здесь побывало 60 тысяч человек из которых 12 тысяч вышли отсюда не своим ходом так сказать 1961 году здесь устроили мемориальный комплекс как видите лишь некоторые здания остались с тех времен больничные бараки прачечная кухня внутренняя спецтюрьма вышки и здание на входе со знаменитой надписью на воротах арбайт махт фрай он реально здоровый очень большая площадь вообще когда смотришь это все на кинохронике это одно отсюда это все выглядит по-другому а это таблички в общем с каждой страны из каждого государства чьи здесь люди были я вижу польша белоруссия украина германия ну испания вот есть вот это камни я так понял это евреи приносят вот я видел в иерусалиме могила этого оскара шиндлера и вот на могиле шиндлера тоже вот камни 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 очень много камней вот вот эти вот огражденные металлом камни это бараки вот здесь подписано барак номер 5 барак номер 6 сколько бараков знаете чего здесь не хватает не хватает какого-то маршрута чтобы ты прошелся и получил более или менее такую картину полную вот почему ты идешь там номер один номер два номер три и стрелочки чтобы были вот видите вот эти два отверстия 1 2 короче сюда вставлялись опоры для виселицы чтобы вешать короче людей а когда было рождество сессовцы в одно из этих отверстий вставляли елку вот рождественскую елку вставляли и ты не можешь понять как это люди которые отмечают рождество это же иисус христос и все такое при этом они вот так вот вешают людей люди это пиздец какие двуличные существа они ужасные просто люди люди людишки это ужасные существа они могут вот так вот отмечать христианский праздник быть формально последователями христа и в то же время заниматься вот такой вот дикой просто я даже не знаю как это назвать это не это не животный уровень это какой-то лютый пиздец не укладывается в моей голове как люди могут заниматься такой деструктивной деятельностью при этом еще думать и как-то соглашаться что они еще и во благо это делают здесь находится место для расстрелов поверхность которая должна ловить пули также здесь есть перекладина виселица это такой типа ров когда людей привозили сюда типа они как бы спускались им говорили иди тут иди туда иди вниз короче говоря их по одному здесь вот принимали ставили к стенке и расстреливали а вот здесь сморк короче вот это вот белым цветом огорожен крематорий здесь был крематорий а называли его немцы станция z z то есть последняя буква алфавита и это как бы был такой черный юмор что троллинг что мол есть станция а ну там как метро да а это станция z последняя то есть и покидают концлагерь через вот эту станцию в 2004-05 годах центральное место памяти станция Z реконструировали по проекту архитектурного бюро профессора H.G.Lemts оригинальные фундаменты станции Z постоянно защищены от непогоды и разрушений свободолежащей оболочкой размерами 37 на 39 метров довольно большую глубину в крыше описывает расположенная вот вопрос как получается так что одни люди осуществляют насилие над другими людьми люди привыкают подчиняться государству причем без всяких гарантий лишь надеясь на человечное к себе отношение государство заставляет нас подчиняться и мы подчиняемся но может получиться так что государство съедет скатушек и что не будет никакого противовеса чего-то такого что сдержит государство от скатывания к бесчеловечному перемалыванию человеческих жизней и судеб мы все подчиняемся государственной власти всякого кто восстанет против государственной власти государство объявит преступником государство легализует насилие над теми кто этому государству неугоден и кто не хочет жить по его законам государство легализует убийство тех кто представляет опасность для него и что самое неприятное это осознание того что все то что устроили нацисты может повториться кто сказал что это не может повториться просто формы и мотивации формулировки все это будет другим но смысл тот же самый угнетение более развитыми сильными и организованными менее развитых и сильных кстати говоря ферма по разведению крупного рогатого скота показалось мне чем-то очень похожим на концлагерь на то что я видел здесь более развитые и сильные загнали в концлагерь менее развитых и сильных и используют их в своих целях и И самое ужасное, что в наше время Российская Федерация использует память борьбы с вот этим вот злом в качестве поводов и оправдания тому злу, который они делают в настоящем сейчас. Пока ознакомливался с вопросами гигиены, мне пришла в голову мысль. И смотрите, они очень важной частью приема в концлагерь и вообще прохождение вот этой вот инициализации в качестве заключенного было унижение. Для того, чтобы тебя починить, обязательно нужно тебя унизить и дать тебе понять, кто ты и что ты. И что с тобой будет, если ты не будешь жить по правилам, которые для тебя написали. Даже не реагировал. Ему было скучно слушать министра обороны. Ему было это все до фонаря. На 14-й день путешествия я приехал в красивый польский город Врослав для того, чтобы посетить украинское консульство. Потому что мой загранпаспорт, который я получил в 2018 году, был уже настолько заштампован, что это стало вызывать у меня опасения, что когда-то это будет проблемой. Потому что не будет места для въездных и выездных штампов. Украинское консульство находится на красивой улице в историческом центре. Еще за час до открытия сюда стали приходить люди и занимать очередь. Получить место в электронной очереди было почти невозможно. Поэтому люди приходили в надежде, что их примут. Ну и кстати говоря, эта надежда была оправданной. Вообще очередь это отдельный жанр постсоветской действительности. Редкий пример самоорганизации граждан для достижения общей цели. Когда все понимают, что порядок все-таки нужен и обеспечивают его сами. Стоять в очереди со своими соотечественниками это как привет из прошлого. Было смешно, когда ко мне обращались мужчина. Когда привыкаешь к польскому вежливому обращению пан, причем в третьем лице. А вот когда слышишь обращение мужчина или женщина, кто-то говорит в толпе, это звучит как привет из 90-х. Что-то такое, о чем ты вообще не скучал. И в этой же очереди одна парочка молодых украинских людей вывела меня из себя. До открытия консульства оставалось еще минут 40 и они решили, мол, зачем стоять в очереди, можно ведь сходить в кофейню и провести это время там. Они решили обратиться ко мне, чтобы я поддержал им очередь. И меня выбесило не столько то, что они хотят получить место в очереди и при этом в ней не стоять, а то, что они стали обращаться ко мне. Мужчина! Мужчина! Причем со спины. Я не отзывался на такое обращение. Они окликнули где-то меня раза три. Пока я не развернулся и не напихал им хуев. Вы вдумайтесь, они хотели, чтобы я оказал им услугу, но даже при этом не удосужились подойти ко мне и показаться на глаза, прежде чем со мной заговорить. В общем, такой вот привет из детства. Кусочек постсоветской действительности за границей. Когда через три часа до меня дошла очередь задать вопрос, я узнал, что во Врославе работает государственное предприятие документы, и они оформляют паспорта, там, водительское удостоверение и другие документы, точно так же, как они это делали в Украине. Это была отличная новость, только был вопрос, почему человек на ресепшене в украинском консульстве не знал и не мог мне сразу сказать, что есть достаточно быстрый и легкий способ получить новый паспорт. Короче, в итоге мне пришлось прождать в очереди целых три часа. Когда я приехал в ДП-документ, находился он в торговом центре на Грюнвальдской площади, за 200 долларов они взялись изготовить мне паспорт где-то за три недели, и, короче говоря, я остался доволен. Тут же во Врославе я первый раз столкнулся с проблемой багажника на крыше автомобиля. В подземную парковку я въехать смог, а на выезде вот не смог. С этого дня больше я в подземные гаражи не заезжал. Короче, у дальнобойщиков есть рабочее расписание, и у дальнобойщиков есть такой термин стоять на паузе. Чередование, так сказать, работы, отдыха, и у них там все достаточно серьезно. Стоит такой девайс, который называется тахограф. И тахограф, он меряет промежутки времени и следит за тем, чтобы ты не превышал время рабочее. То есть ты не можешь там рулить машиной, быть на ходу больше там какого-то количества часов. Вот если ты соблюдаешь режим отдыха, и если отдыхать, торчать где-то вот на таких стоянках, для тебя это не проблема, то и ехать далеко для тебя тоже вообще не проблема. Так, ну что, пора устраиваться на ночь. Вот моя лёжка. Так она выглядит. Вот оно, спальное место. Книжку прибираем. Вот. Это подушка. Подушка самая настоящая. Ну, с дому. Вот. И достаем плед. Вот он, плед. Вот он, плед. Пользоваться в автомобиле им проблематично, этим пледом, потому что трудно его сложить так, чтобы его не поволочить по земле. То есть вот нужно держать его чистым. Но плед все-таки лучше, чем спальный мешок. Ну, а это туалет вот здесь на остановке. Мужская его часть выглядит вот так. Уже плиточка кое-где поотваливалась. Видно, что туалет уже так поработал. Вот. Но, тем не менее, он чистый. Здесь есть отдельная комната для инвалидов. Вот. Правда, нет туалетной бумаги. А смывается ли унитаз? Смывается, и свет загорелся. И бумага даже есть. Вот. А основная часть выглядит так. Три писсуара. Один вышел из строя. Это работает штука. Смыв не работает. Вот. Здесь работает. Господи, какой херней я занимаюсь. Кстати, если кто-то здесь вандалит, то, по крайней мере, этого человека заснимут и будут знать, как он выглядел. У большинства столиц есть какое-то свое узнаваемое здание. В Варшаве такое здание тоже есть. И оно за моей спиной. Дворец культуры и науки. Вот так. Ну, по крайней мере, мне даже сами поляки говорили, что, мол, несмотря на то, что поляки не любят советское прошлое, а вот это вот стопроцентный памятник советскому прошлому, то есть это подарок от Советского Союза, подарок от старшего брата, да, подарок от митрополии, провинции, да. Но, тем не менее, фотографируются именно на вот этом месте, чтобы показать, что они, короче говоря, были в Варшаве. Говорят, что во время последней большой войны Варшава была полностью уничтожена. Поэтому город пришлось строить заново. Причем, судя по всему, коммунистическое правительство Польши считало, что восстанавливать исторический облик – это бесполезная трата ресурсов, поэтому застроили новую Варшаву мерзкими зданиями в духе массового строительства стран Восточного Блока. И это тот случай, когда окраины города и новые районы выглядят намного приятнее, чем центр. Все из-за того, что новая застройка не нагоняет тоску, в отличие от массового строительства времен ударных коммунистических строек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Место, честно говоря, стрёмное. Ну, не нравится мне здесь. Ну, что тут такого? Что это? Что это? Мне всегда нравился этот польский колорит старый. Старинные здания 19-го, 18-го, 18-го века. У них такой свой шарм. Я, конечно, понимаю, что судить о городе вот так вот, по первому впечатлению, не годится. Вот эти гондоны, понимаете, которые ездят на сверх этих драндулетов, блядь. А еще поляки очень любят велосипеды. Там видно, что у них такое движение на великах. Везде слышно украинскую и русскую речь. Прошел эти говорят по-русски, следующие за ними тоже говорят по-русски, эти по-украински, эти по-украински, потом опять по-русски. Меня всегда удивляли люди, которые говорили, что Мариуполь – это красивый город. Так вот, я, кажется, понял. Это люди, которые приехали из Варшавы. Вот такое говорить могут. Помимо Варшавы я посетил еще несколько больших польских городов. И с архитектурой там было все в порядке. Мое чувство эстетики было полностью удовлетворено. Но столица Польши, к сожалению, это какой-то призрак коммунизма. Соберетесь посетить эту страну, рекомендую поехать лучше в какой-нибудь Краков или Вроцлав. А мой визит в Варшаву окончен. Не думаю, что захочу посетить это место еще раз. Короче, вот так. Следующая столица – Вильнюс, Литва. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...